Ветер и туман, вся его постель, волк спит одиноко в поле. Боль и слезы, сила мастера в этом, страдай ученик. Привет желтобрюхие ромашки, с вами грандмастер Федорович. А из этого видео вы наконец-то узнаете, как не бояться за свое хозяйство, какие бывают тренера и как можно заниматься, вообще не имея никакого снаряжения. Когда ты настолько крутой мастер, что даже нежная ладонь ученика-красавца на твоем хозяйстве тебя уже не смущает и не возбуждает, ибо проделано это не одну сотню раз, все что остается, это пробовать более серьезные техники из разделов 3Х на запрещенных сайтах для мальчиков. Хотя зачем вообще нужна эта техника, я не знаю. Наверное, на этого учителя всегда нападают с захвата яиц, даже гопники в подворотне. Поэтому если у вас так же, практикуйте. По соседству с храмом черти водятся, а в спортивных залах их тоже хватает. А если чертякой оказался тренер, все, ученикам конец. Они будут испытывать боль и слезы, даже без спаррингов. Когда медведь учит сына воровать мед у пчел, ему тоже достается. Но не от баки, а от пчел, у которых воруешь. А этот демон-тренер решил, что авторитет лучше всего завоевать, избивая учеников, при этом делая вид, что чему-то учишь. Хотя на такой скорости и тупо делая удары, ученики нихрена не понимают. Конечно, можно сказать, что мужик приучает пацанов терпеть удары, но тогда пьяный прапор вообще великий мастер. Ведь он кирзаками и портупеей приучает просто терпеть боль. Под ногами того, кто несет фонарь, всегда темно. Также и спортсмены, мотивирующие своим примером, всегда будут подвергаться критике. Боевые искусства – это не шутки. Это сель жизни. Как небесный богомол, невзирая на густую траву, все равно словит и уничтожит кузнечика, так и этот мастер, несмотря на то, что ближайший зал за сотни километров, а всех напарников для тренировок он перебил еще в прошлую субботу в местном клубе на танцах, находит способ и возможности для тренировок, делая свое мастерство еще смертоноснее и эффективнее. А пока мастера употребляют все лучшее, что у них есть, подпишитесь на канал и готовьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Как говорится, вечером пьяница, утром лентяй. Но это не точно, ведь иногда вечерний пьяница может на утро понять, что душа требует продолжения банкета и затянув в великолепном сопрано лучшие душевные песни, выйти во двор, ну или на крайняк в гаражи, где всегда найдется парочка другая лучших бойцов района, на которых можно отработать секретные и невероятные техники боя. Конечно, этот мастер далек от легендарных алканиндзей, но тоже кое-что умеет, особенно если учитывать, с какой жестокостью и точностью на него нападают ученики, делая молниеносные сокрушительные удары, не оставляя мастеру даже шансов на поблажки. Я уже молчу про то, как мастер великолепно и грациозно уходит от проходов в ноги, ведь любой ученик мог его тупо схватить за камуфляж, дающий сил учи, и повалить на пол, где остальная толпа его уработала бы футбольными ударами. Но этого не происходит лишь благодаря супермастерству грациозного танца сэнсэя. Рожденный дикобразом никогда не будет прыгать по лианам, а рожденный ниндзей всегда будет показывать, как надо, но не сможет сделать этого сам. Как прелестная девушка, на вид может быть богиней, но в сердце конченной стервой, так и наш мастер ниндзя. На вид нереально крутой и великий, но то, что он показывает, вызывает слезы печали. Первая попытка погасить свечу была отличной, ведь он просто махнул ладошкой. Но последующие попытки уничтожить это великое пламя силы не принесли ничего, кроме удивления и делания вида, что так и нужно. Чувак постоянно что-то бил, махал, дергался, но свеча, как вечная гора Фудзи, просто горела и смеялась над ним игрой своей тени. Как во всем квартале только муж не знает проделки своей жены, так и эти мастера единственные, кто знают, как легко ушатать противника. Легкость, с которой мастер проделывает свои невероятные приемы, приводит в восторг не только его ученика, который как невеста в первую брачную ночь с удовольствием и легкостью принимает горизонтальное положение, но и всех зрителей. Оказывается, для того, чтобы повалить или бросить противника, достаточно легко и правильно дотронуться до нужной точки, и он сразу улетит далеко и больно. Поэтому смотрите, запоминайте и перерисовывайте приемы в тетрадки, чтобы потом уничтожать всех гопарей на районе и всех авторитетов в наливайках. Пишите в комменты, какой мастер запал вам в душу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Пикак! Лё, спокойно, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика и эффективность движения. Её знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба! 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 Вот так. Хуба! Так! Клабрака одна, да? За дистанциями. Короче, я вот что делаю? Хлопил, вырываю ключицу, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хуба! 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 Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде.